Траквина. В принципе, душевая кабинка, конечно, небольшая. Вот так вот она включается, нажимается на эту кнопку. Так, ну что, ребят, в общем-то нашел душевая кабинка. Такая, в принципе, для одного человека вполне даже уютно и комфортно. Можно спариваться. Ребята, небольшой один Wi-Fi к вам бленту. Что называется, не каждый об этом знает, что в каждом поезде есть душевая лейка. Даже в туалете. В туалете, да, в обычной лейке есть. А, ну это, наверное, так больше подходит, чтобы как-то это, там, подмыться что ли там. Предположение по поводу крымского поезда, что возможно он будет в крымском управлении действовать в декабре месяца. Вот Анастасия говорит, что возможно, правильно? Правильно. Ну вот, будем надеяться, что это так. Вот девушка спросит, которая с нами вместе едет в этом вагоне. Что хотелось бы изменить в этом поезде, вагоне вообще? В этом поезде, вагоне, ну в первую очередь, чтобы горячая вода была. Так, это согласен. Ну и для курильщиков какое-то спецместо обязательно. Люди платят деньги. Ребята, вот мы проезжаем нудийские пляжи. Мы уже проскочили, там буквально было немножечко. Вот так вот мы и прибыли на Казанский вокзал. Сейчас скоро поедем отсюда, двинемся на двухэтажном поезде. Ребята в Сочи. Пойдемте. По-моему, у нас последний вагон. Мы приветствуем вас на борту нашего типа лайнера. Но забыл вот это вот еще добавить. Было бы интереснее. Это как ребята, как будто где-то в самолете. Пристегните ремни. Сейчас помчимся. Мы рады, что вы воспользуетесь услугами нашей транспортной компании. Пожалуйста, прослушайте информацию, которая вам будет нужна, важна и полезна в пути следствия. Короче, едем уже. Тронулись. Наш двухэтажный состав поезда оборудован автоматической климатической системой. Всем доброе утро. В общем-то, вот уже приехали практически, скоро будем в Сочи находиться. Осталось нам считанные часы, где-то за 5-6 часов мы уже доберемся, будем в Сочи. Сегодня приезжаем в 2 часа. Вот, утром проснулись, только еще что-то называется. Решил такой сделать маленький обзорчик. Едем сегодня на двухэтажном поезде. Вот. Наша маленькая купешка такая. Причем, в чем плюс большой, то, что мы в два места, да, взяли нижние полки. У нас верхние полки абсолютно свободные. То есть никаких пассажиров с нами, посторонних людей нет. Вот, сейчас зайду, покажу, короче, в соседней купешке, как вообще это выглядит. У нас тут немножко набордачены, на столе хлама много. Вот, ну, еще не убирались. Убирались, просто встали только. Только-только с большого встали, да. С большого будуна хотел добавить, но мы не пьем. Вот. Что хотел добавить еще? Все очень понравилось, реально поезд очень хороший. Комфортно ехать, гораздо интереснее. В плане никто не мешает никогда. А как тебе начальник поезда? Да, начальник поезда я с ним лично не знаком. Он просто все это говорится, проговаривается, короче, предупреждается. Постоянно микрофон какой-то вот этот сверху по радио. Да, то есть заботится о пассажиров, старается своими словами все говорить. Не запись просто на праве. Да, да. Но дело не в этом. Попробовать вот, что бы мне хотелось бы изменить в лучшем сторону в этом поезде именно. Если бы добавили бы в каждом вагоне, еще бы, допустим, по душу. Но душ он есть в принципе, да, в этом поезде. Но он есть в СВ вагоне, который находится в седьмом вагоне по счету. То есть от нас, это мы находимся в самом последнем вагоне, от нас он семь вагонов вперед, если пройти, 150 рублей заплатить, и можно, в принципе, и принять душ. Но в таком поезде, согласись, можно... 30 часов, реально комфортно просто ехать, даже ни капли не устал. Я бы еще бы спокойно проехал бы хоть трое суток бы. То есть тут реально никто не мешает, шума никакого нет. У нас несколько опышек, я сейчас пройду, покажу как раз, и они абсолютно все свободны. То есть поезд, потому что его выставили за три дня продажи билетов, и мы как бы успели купить. Многие об этом поезде даже не знали. По динамичной ценообразованию этого поезда, да, и по неофициальным источникам есть такая информация, что, в общем-то, этот поезд пойдет в Крым, запустит как раз в декабре месяце. Вот. И так как динамичная ценообразованию, он нам всего лишь достался 1999 рублей, что дешевле даже паскарта. Это существенная экономия вашего бюджета. Вот. Остановились возле ребятушек там военных. Смотрю, как будто где-то на границе. Там парнишка там с оружием стоит. Дежурные по составу. Чувак с оружием. Ходит взад вперед. Мы, собственно говоря, едем. Вот. Одна из свободных куфешек, которая сопровождает нас. Чем отличается от обычных? Ну, преимущество есть очевидно. Здесь регулируется все. Короче говоря, кондиционер, само собой. Светильнички. Все по отдельности. Включается, выключается. Столик. Столик розеточки. 220 на 100. Две розеточки. Также вот здесь вот видно кнопочка. Вызов проводника есть. В принципе, вешевочки, да? Ну и верхняя полка же. Ну, правда, на первый взгляд она, как бы, кажется, немножко тесноватая. Хотя, в принципе, вполне нормальная, я считаю. Я на такой уже завозил. Несно здесь вот, как бы, такой откосный. Такой вариант. Вот. Зато здесь удобно, можно регулировать миграфон. Я никогда буду что-то творить. Ну, худенького, такого телосложения, как я, допустим, да? Главное, вес небольшой. 78-76 килограмм. USB-порты. Все так удобно. Полочка. Да не, нормально, в принципе. Ну, вот на первом этаже нету на верхней полке вот этого. Ну, вот так вот целый день лежать. Вы, значит, вот так вот не присядешь. Вот, смотри. Вот так вот я и все встану, то я вот так вот посидеть уже не смогу. Вот это минус. То есть вот так вот на корточках я не смогу. Ну, слушай, на обычном пласткарте тоже невозможно было посидеть. Ну, посидеть нельзя было, но там чуть-чуть получше. Там вообще неудобно даже слазить было. Вот вообще я еле с трудом залазила. Ну, все хорошо, в общем-то. Так пошлось. Как бы, если вы лежите на верхней полке, то смотреть сможете только вниз. Как-то не очень удобно. Вот, в принципе, все. На военной технике у нас, где мы остановились. Вот коридорчик. Кулер. Кулер с водой. Ну, правда, только холодное. В этом есть минус. Но должен быть, как вот, чайник электрический в каждом вагоне. В зеркальце, чтобы не столкнуться, кто там несет, допустим, кипяток. Вы спускаетесь, вы поднимаетесь. Это температура за бортом. 18 градусов. Наружная температура. Это, получается, на улице 18 даже холоднее. Что-то как-то не по-сочински. А это вот наша купешка. Это наша купешка. У нас бардачок тут легкий, да, потому что сейчас только что кофейку попили. Тут какие-то вещи, мои, тут лежат. Ноутбук. Как бы проснулись недавно. Вот, в общем-то, просто одним файлом так вот выложу. Вот, купешка так закупается, в принципе. Тут есть даже специальный приборчик такой, как бы, куда прикладывается электронная карта, которая должна индивидуально быть у каждого пассажира. С этой стороны, типа, тоже так же прикладываете ее, подносите карту, и номер открывается ваш. Когда, допустим, куда-то уходите. Но у нас этих карт нету. Что еще хорошо, здесь три туалета. Три туалета. Все они сейчас, в данный момент, свободны. Мусорки. Мусорки, вот они, под стекло даже отдельно. Бумага, пластик, все это по отдельности. Ну, это вот первый этаж. Первый этаж поезда. Тут народу чуть-чуть побольше едет. Многие почему-то дают предпочтение именно их на первом этаже. Так, ну, это, в принципе, лесенка со второго этажа у нас идет вниз. Такие перила здесь. Хромированные. Вот здесь у нас, в принципе, проводник должен находиться. И там вот маленькая кухонька, где, собственно, есть микроломовка, холодильник. Правда, холодильник предназначен только для проводников. Ну, можно, в принципе, и поговорить. И договориться позже, какие-то лекарства у дома. Так что, такие вот тут даже какие-то вещи продаются. Получают, допустим, 45 рублей. Ну, кому надо, тут нажмёт на полосы, посмотрит. Твой полный приличный. Здесь вот так вот всё сделано. Бумажные полотенчики есть. Вот даже туалетные подкладки, вот эти специальные, не толчал, да, на самого тут, на ту штуку. Что за? Сенсор вот этот, нажимаете, он смывает, сенсор нажали, он смыл. В общем-то, всё так замечательно. Душевая кабина, когда едет, ещё раз повторюсь, душевая кабина, вот здесь вот даже в каждом туалете написано, где её можно найти, 150 рублей, обратиться к проводнику. Заказать эту услугу можно, в общем-то, ну, свяжетелю, всё, раковина, всё работает. Вода, короче говоря, включилась. Всё-таки экономия сама сейчас выключится. Ну, и так же мыло. Вот оно, мыло, всё есть, собственно говоря. Ну, естественно, так и приятно в условиях ехать. Всё чистенько, аккуратненько. И ещё такой, ребята, небольшой, один Wi-Fi к вам, блин, то, что называется, не каждый об этом знает, что в каждом поезде есть душевая лейка. Открыть её, походу, только может порвать них. Так что, вот такие дела. В уалете, да, в обычном? А, даже вон, лейка есть. А, ну это, наверное, так больше подходит, чтобы как-то это, там подмыться, что ли, там, типа безе, безе. Ладно, всё, направляемся в душ, короче. Всё, идём туда. БСВ-вагон. Жалюзи такие опускаются. Всё прикольно так. Семь вагонов, конечно, это немало, надо пройти. Вот это уже и свои вагоны у нас. Вот это телевизоры везде. Как это выглядит. Это вот так вот. Прикольно-то. В принципе, ненамного отличается от нашего, у нас тоже нормально. Только единственное, здесь телевизоры. А этот у нас ресторан-вагон, по-моему. Ресторан-вагон, но он в данный момент, естественно, не работает. Вот такие барные стоечки, как бы тут такие стульчики стоят. Хотелось бы, конечно, заглянуть туда бы, но там, наверное, дверь закрыта. Сейчас посмотрим. А, ну вот он, вагон-ресторан сам по себе. Вот так вот он выглядит в новом современном поезде. Закрыто, естественно. Прикольно. Все чистенько, аккуратненько так же. Лестница на второй этаж. Там столики. Ну, мы туда не сможем подняться, просто сейчас спешим немножко в другом направлении. В этом вагоне душ такой, короче говоря, вот у меня уже открыли. Показали, как им пользоваться в общих чертах. Сейчас должны комплект белья принести, собственно говоря, чтобы я вытереться мог. Типа полотенца. Вообще должны быть полотенца. Ну, поскольку поезд уже больше не пойдет. Тут можно и в туалет сходить сразу, одновременно. Ну, а поезд снемся, проверим, как это работает. Вот такая, в принципе, тут раковина. Душевая кабинка, конечно, не же небольшая. Вот так вот она включается. Нажимается вот на эту кнопочку. И как-то вот так вот регулируется. Вот она, да? Вот он, папа. Так, ну что, ребят, в общем-то, нашел душ. Душевая кабинка такая, в принципе, для одного человека. Вот, по-моему, я даже уютный и комфортный. Можно спаливаться. Опа! Вода прекратилась. А, тут она в целом экономии, она периодически отключается сама. Можно регулировать, да, еще холодная. Ну, вот так вот вода здесь уходит. Каждый раз надо нажимать кнопочку, чтобы вода дальше появляет. Но она уже, регулировать ее каждый раз не надо, полосна горячая. Она уже оставится так, как бы ее начально регулировали. Вот, в общем-то, для меня первый раз, конечно, принимают душ в поезде. По-своему, прикольно. Вот, сейчас холодненькой освежаюсь. О, обалденно. Так, сейчас мы еще шампунь. Будет вообще идеально. А вот здесь вот, я так вижу, обогреватель у нас прятан за этой решеткой. То есть, в холодные времена года тоже можно, в принципе, принимать как бы душ. В общем-то, принял душик. В общем-то, однозначно сразу освежился. Это хорошо стало. И хоть и можно еще в дорогу дальней отправляться еще на трое суток до Водивостока. Однозначно рекомендую. А также, друзья, при душе, как бы, так же здесь находится, вот, вот, раковинка, в принципе, да, туалет. Вот он, туалет, сенсорный датчик. Мы подносим вот так вот. Все. Все смывает. Вот Настенька одна из проводниц, она говорит, что вам нравится. Нет, вот туда будет снимать. Чтоб лицо, она стесняется, говорит на камеру. Вы говорите, он в этом году, да, по-моему, был? Сделан. 27-го, ой, 25-го апреля. А, 25-го апреля этого года, да? Вообще супер вагон. Даже по новей нашего. У нас там где-то покусанные раклины. А здесь прям все замечательно. Холодильничек, ребята, смотрите. Холодильничек есть, там какие-то даже продукты можно. Но ты как-то положить. Ну и, естественно, микроволновочка. Пока никто не пользуется. Даже какая-то седушка. О, а здесь еще камера видно даже. Вот так вот наш поезд, собственно говоря, выглядит, который сейчас движется в Сочи. Где-то часа, часов через пять мы уже будем в самом городе. Сейчас остановились в горячем ключе. Ключ очень известен тем, что свои здесь минеральные источники. Что бы хотелось бы изменить в этом поезде? Сейчас все раз повторю. Вы меня что, снимаете? Да, да. Я еще не умывалась. А, ну давайте я вот так вот, чтобы лицо не фиксировать, я вот так вот просто мнение окружающего просто хотел бы спросить. Вот девушку спросим, которая с нами вместе едет в этом вагоне. Что хотелось бы изменить в этом поезде, вагоне вообще? В этом поезде, вагоне, ну в первую очередь, чтобы горячая вода была. Так, это согласен. Вайфай, ну и для курильщиков какое-то спецместо обязательно. Люди платят деньги. Да, да, да. Ихние права должны быть не ущемлены в любом случае. Пусть даже будет это хоть немножко платное место, но тем не менее оно должно быть. Потому что курильщиков, смотрю, едет очень много. А тут вообще, получается, не предусмотрено, да, нигде? Не предусмотрено вообще. И очень какая-то проблема с горячей водой. Ну да, вот этот у нас получается один чайничек на три вагона. На три вагона приходится ходить. Ну, я насколько мне это известно, это просто именно в этом поезде так, поскольку он в последний раз идет в этом направлении, в Адлере он там потом останется и будет, насколько мне известно, возможно даже ходить в Крым. Да, но... И вот из-за этого они все скинули оборудование в Москве. Тоже надеемся на вот это, что это временное неудобство. Но, тем не менее, ездили и на других поездах, все было отлично, но места для курильщиков нет. А на таком уже ездили когда-нибудь раньше? Да, и на Северной Пальмире ездили постоянно, и на таком ездили. То есть это даже как-то у вас есть с чем сравнить, да, получается? Да, есть с чем. То есть, в принципе, все идеально тогда? Все идеально, чистка, все хорошо, проводники хорошие, все отлично. Ну, мы думаем, что это последний его путь, из-за этого с водой проблемы, некоторые нюансы. Но, тем не менее, ехать можно. Согласен. Все, спасибо большое, все хорошие дороги вам. Всего доброго. Спасибо. Как? Паскарту он стоит 3 300, по-моему, а вот этот 2000 это купе получается, с человека. И купешка абсолютно свободная, людей никого нету. За 3 дня они выложили вот эти вот билеты на РЖД, и, естественно, вот многие люди хотели бы, конечно, даже и поехать, но просто не успели. Или уже купили заранее билеты. Но мы успели поменять, у нас тоже уже билеты были. Мы на паскарт взяли до этого, да, а потом смотрим, нифига себе, появился, я думаю, какой-то, наверное, развод, наверное. Потом смотрю, не, на полном серьезе. Ну, мы сразу взяли билеты. Ну, за сколько дней взяли? Ой, за 2 дня. За 2 дня, ну вот, за 3 дня они их выложили. А вы говорите, он должен вообще пустым должен был уйти, да? Я не знаю, а где он уйдет? Ну, как он новый, он уже вот этот не новый наш. У них даже номеров нет. Да? А где номера должен быть? Номера нет, по сведению водой. А, ну, насколько мне известно, его, возможно, пустят потом через Керченский мост, вот, в декабре месяце. Будет как ходить вот этот крымский, Симферополь. Симферополь, Симферополь, там, Москва, может быть. Да, вот мы уже подъехали. Это Туапсе, море, небольшая набережная. Ну, в принципе, купаться вот здесь вот, как бы, по мне, наверное, было бы не очень, потому что все-таки РЖД рядом. Рядом РЖД, да. Да, ну, по-своему, как-то прикольно, наверное, не знаю. Кажем свое. Ну, я люблю такие дикие пляжи. Говорят, здесь еще, говорят, дикие пляжи, даже нудисты видно. Вот, не знаю, это надо ехать вот так вот специально приглядываться. Тогда, может быть, действительно попадаться будут люди. Ну, там, где подальше от города, как правило, вон люди машут нам руками. Давай тоже помашем. Помаши ручкой, помаши, помаши. Нам осталось ехать где-то два часа всего, и мы уже будем в Сочи. Да, меньше уже. Ну, вот, ребятушки, мы уже остановились у Азаревска. Осталось нам совсем немного. Тут уже такая растительность экзотическая пошла. Гора. Красивые виды. В Азаревском не было никогда. Кто здесь был, пишите в комментариях. Расскажите, что тут хорошего, интересного. Ну, вот, на первый взгляд, то, что вот здесь вот море находится, да, вдоль железной дороги, это мне не очень нравится. Ну, каждому свое, на вкус и цвет, как говорится. Все наши пассажиры уже раньше вышли гораздо, так что мы фактически на втором этаже одни. Ребята, вот мы проезжаем на Нудистские пляжи, мы уже проскочили, там буквально было... Вот они, нудисты, 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 нудисты. Нудистов мы увидели. Ребята бизнес-комплексов. Еще и машут руками, еще и машут руками. Ну, там вдалеке виднеется, кто-то катается на байдарках. Не знаю, попробую чуть-чуть приблизить, насколько это возможно. Надеюсь, что качество не сильно ухудшится. Наш поезд виднеется. Вдоль домиков. Все, мы уходим из этого поезда. Наши чемоданчики уже готовы. Мы уходим. Приехали в Сочи практически. Где там? Ну вот, ребята, мы уже на месте назначения. Все. Идем в сторону вокзала. Берем такси и едем на свой адрес. Солнышко светит, но сегодня вон там у нас Биг Бен сочинский. Солнышко светит. Это нам туда, да? Да, да, да. Дедем в Сочи. Все, на вокзал. Бляшка. Счастливого пути. Все, вот на этом мы и заканчиваем свой маленький репортаж. И здесь... Я так хочу преодолеть невзгоды. И оказаться в Сочи навсегда. Мы уже в Роза в хуторе. И... Планов много, да. Главное, чтобы сейчас определиться нам с жильем. У нас все, в принципе, есть уже, забронировано. Но... Насколько оно соответствует нашим требованиям, мы еще пока не знаем. Поживем, увидим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова